Может, у меня майская болезнь. Мы на Венеус, Япония. 20 мая 2018 года. В апреле после любования Сакуры мы чувствуем обновление. Это время, когда на улицах видишь первокурсников и только что поступивших на работу сотрудников компаний. Многие испытывают эмоциональный подъем. Но после золотой недели эта эйфория исчезает, и все больше людей чувствуют симптомы, говорящие о том, что они эмоционально задыхаются, например, находятся в плохом настроении или чувствуют глубокую усталость. Это так называемая майская болезнь. Это неофициальное название, поэтому в реальности при оказании медицинской помощи, скажем, в отделе психиатрии, не ставят диагноз под названием майская болезнь. Если психиатр ставит диагноз больному, страдающему от этого недуга, он обычно называет такие симптомы легкой депрессии или социальной дезадаптацией. Основные симптомы майской болезни и способ самопроверки так называемая майская болезнь сопровождаются симптомами, указанными ниже. Это неофициальное название болезни, поэтому не существует четко установленных критериев для ее обнаружения. Но если у вас без всякой особой причины возникло несколько таких симптомов, хотя прежде вы чувствовали себя хорошо, то, наверное, вы находитесь в состоянии так называемой майской болезни. Плохое настроение, нет желания что-либо делать, вялость тела, ухудшился сон, снизилась продуктивность мышления и концентрация, появилась неуверенность в себе, часто возникают негативные мысли, физические симптомы, такие как головная боль и боль в животе, ухудшился аппетит, ваше поведение стало конфликтным, например, вы начинаете скандалить во время употребления алкоголя, грубо говоря, подобные симптомы появляются у любого человека, когда он устает морально и физически. В большинстве случаев майская болезнь, это тоже временный упадок духа, поэтому если по возможности стараться больше отдыхать, то все естественным образом придет в норму. Но иногда состояние, подобное майской болезни, усугубляется, и может перерасти в настоящую социальную дезадаптацию или депрессию. Если симптомы майской болезни продолжаются несколько недель, нужно пройти осмотр у психотерапевта, все зависит от степени проявления симптомов и их продолжительности, но если у вас в течение нескольких недель наблюдаются признаки, указанные выше, и ваши чувства находятся в таком упадке, что вы даже не можете ходить на учебу или работу, то нужно обратить на это внимание. Есть вероятность, что это, серьезное душевное заболевание. Особенно в случае, если у вас возникает желание умереть, можно заподозрить, что вы страдаете тяжелой депрессией. Постарайтесь сразу же пройти осмотр у психиатра или невролога.